при взгляде на toyota land cruiser 200 вспоминается слово излишки только излишки не в том смысле в котором она знакома нам со школьной программой есть такой экономический термин потребительский излишек он обозначает разницу между ценой которую вы готовы были бы отдать за некое благо и ценой которую вы реально за него отдали потребительский излишек как правило идет в пользу потребителя и влияет на нашу удовлетворенность от совершенной покупки наша задача сегодня разобраться сколько на первый взгляд стоил бы вот этот toyota land cruiser 200 со всеми что называется пирогами а цена которую за него отдаем мы на рынке современном очень хорошо известно выясняем разницу двухсотом toyota land cruiser все направлено на то чтобы создать у вас впечатление более массивный более упакованный и более дорогой покупки он больше чем предыдущий toyota land cruiser сотка намного благодаря ухищрением чисто дизайнерского толка то что сделали японские дизайнеры с ним они называют звенящими поверхностями то есть они отшлифованы и очищены от всего лишнего вайбран кларите это называется и вайбран кларите здесь выпирают отовсюду он стал шире мускулистее с боков он выпирает вперед за счет вот этих клыков над новыми противотуманными фарами передние фары раздаются в сторону задние фонари отстают от корпуса на целых пять сантиметров то есть он во все стороны ну знаете как тот котенок который выгнал спину чтобы казаться больше но этот если котенок кажется смешным то этот кажется реально очень страшным особенно когда заполняет зеркало заднего вида микролитражки на трассе сразу хочется уйти с дороги мы это наблюдаем повсеместно финальную точку во внутреннем споре брать не брать toyota land cruiser 200 поставила весеннее обновление этой модели когда под капотом появился новый бензиновый мотор объемом 4,6 литра мощностью 309 лошадиных сил с крутящим моментом 439 ньютон метров под капотом нашего тестового мастодонта находится дизельный силовой агрегат объем 4 и 5 мощность 235 лошадиных сил и 615 ньютон метров крутящего момента действие вступает внедорожный круиз-контроль надо активировать и все вот сейчас я не касаюсь никаких педалей я только кручу руль это самая маленькая скорость 1 километр в час автомобиль сам ее поддерживает и он не зароется если уж вы совсем не загоните его в какую-то крайне экстремальную ситуацию если хотите прибавить скорость поворачиваете рукоятку на центральном тоннеле то который выбирает режиме multi terrain select сейчас мы едем по асфальту асфальт плохой и это обстоятельство как раз это хорошо для land 200 все что неровно все что вызывает неудовольствие у автомобилей меньшего размера и меньших внедорожных задатков этому только в радость он как огромный утюг разглаживает любую дорогу все неровности и шероховатости вы чувствуете себя абсолютно комфортно в этом гигантском салоне салон это излишки здесь лишнего много всего даже пространство на переднем ряде сидений настолько много оно настолько лишнее что между ними помещается вот этот гигантский подлокотник он же ящик для разной мелочевки ящик огромен это холодильник который находится прямо у вас в машине хороший дизель великолепный с впрыском common rail в европе такой силовой агрегат выдает 288 лошадиных сил и и для российского рынка уменьшили давление впрыска на 10 бар примерно и собственно говоря таким образом дефорсировали машину и плюс он изначально был грязнее своего европейского собрата он соответствовал нормам евро 3 а не евро 5 великолепный двигатель но его особенность специфика то что при наличии двух турбин у него все равно мало тяги на самом самом низу его уже надо нормально раскрутить чтобы получить при три трех тысячах двухста оборотов в минуту максимальный крутящий момент бензиновый силовой агрегат при одинаково равных условиях работа лучше поэтому на нем предлагался крал контрол изначально сейчас японские инженеры победили это несоответствие крал контрол теперь дружит и с турбодизелем как мы наблюдаем в нашем случае и он способен ползать на очень очень низких оборотах режим ползания очень хорошо помогает при штурме ну вот каменных склонов то что мы сегодня испытали грязь песок любой режим вы можете выставить при помощи системы multi terrain select клавиша на руле табло между циферблатами на приборной панели рукоятка справа от рычага кнопка слева от рулевого колеса блокирующая межосевой дифференциал кнопка крутилочка справа которые вы подключаете понижающий ряд передач то есть вот все эти органы управления задействовав вы получаете внедорожник который в этот момент вы подумали до этого момента дальше он думает за вас ваша задача только искать правильный путь и направлять автомобиль туда рулевым колесом дорожный просвет 225 миллиметров и при отличной геометрической проходимости и этого дорожного просвета оказывается достаточно вот то что я сегодня съезжал носом вниз практически вот так ну почти вертикально опускался мне казалось что я задеду бампером там мне казалось что я зацеплю бампером камни и ничего подобного не происходит то есть геометрия настолько хороша что проходимость колоссальна плавность естественно у нее две стороны это такая медаль знаете ли двухсторонняя плавно значит не резок при маневрировании так оно и есть рулевое колесо у него больше трех оборотов от упора до упора и четкий ноль мгновенный отклик на минимальное отклонение руля от нулевого положения это все не о Land Cruiser 200 здесь вы совершенно спокойно управляете на длинных прямяках с некоторой долей беспокойства вы совершаете активное маневрирование потому что тяжелый большой автомобиль с мягкой подвеской он имеет склонность к кренам крены японские инженеры победили большей частью за счет того что здесь внедрена система подавления кренов такая же как на автомобилях Lexus KDSS она называется внедорожный арсенал электроника которая готова в любой момент прийти вам на помощь на бездорожье в Land Cruiser ее здесь столько сколько в автомобилях стоимостью выше это я опять же об излишке потребительском вот как раз здесь он наблюдается очень четко вам кажется что эти все системы которые здесь упакованы должны стоить гораздо дороже ну к примеру как в автомобиле Range Rover тем более что принцип работы у большинства систем аналогичный и в системе Terrain Response но оказывается что денег с вас за почти то же самое берут меньше и в этом наблюдается ваша потребительская удовлетворенность при своих больших размерах Toyota Land Cruiser 200 автомобиль быстрый с дизельным мотором разгон до 100 километров в час за 8,9 секунды бензиновый силовой агрегат 4.6 разгоняет машину до сотни за 8,6 секунды то есть быстро и в том и в другом случае максималка ограничена двумя стами пятью километрами в час я не ощущаю вот этих 8,9 разгона до 100 километров в час с места паспортом мне техническим паспортом обещанных со стороны все выглядит гораздо страшнее я уверен что для большинства едущих со мной сейчас в потоке я какой-то хам, барыга не знаю кем еще меня можно обозвать потому что окружающим кажется что я гораздо брутальнее, мрачнее и богаче чем я есть на самом деле это как раз опять же потребительский излишек который Toyota Land Cruiser мне подарил ну в данном случае на короткое время главное не увлечься вот этим ощущением для того чтобы был в таком случае я теперь пытаюсь обвеченном это какое-то количество на дороге было перемещает мы и а ну и это вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА